МОСКВА Футбольный праздник. Дни Ру пообщались с москвичами и гостями столицы и выяснили, чем они занимаются в Дни Мундиаля. Москва во время чемпионата напоминает настоящую футбольную столицу мира. Огромное количество болельщиков из Европы, Америки, Африки и Азии смешались в одну большую и дружную футбольную семью. Играющие на гитарах мексиканские фанаты в широких сомбреро, поющие колумбийцы, танцующие аргентинцы, яркие и заводные бразильцы, которые, казалось, принесли в российскую столицу кусочек карнавала из Рио-де-Жанейро. Все это стало хоть и необычной, но уже частью повседневной жизни города. Не отстают и наши болельщики, россияне горячо поддерживают национальную команду, крики Оле-Оле-Оле-Оле, Россия, вперед, доносятся из Барафы-Кафе, с улицы, площадей. У меня как раз отпуск совпал с началом чемпионата. Дома не сижу, гуляю, общаюсь с иностранцами, благо уровень английского позволяет, вчера с другом познакомились с немцами. Пригласили их к нам в район поиграть в футбол, рассказал корреспонденту Дни. Ру-москвич Алексей, одной из главных точек притяжения болельщиков, столица стала огромная фан-зона на Воробьевых горах. Панорамы здесь открываются шикарные, Москва как на ладони, а напротив, величественное здание Московского государственного университета. Приехали из Новосибирска в столицу специально на чемпионат, мы в восторге, делятся впечатлениями Сергея Ирина, организация потрясающая, много музыки, всюду иностранцы. А еще мы оставили пожелания сборной России. Не пропустили москвичи и гости столицы и открытие парка футбола на Красной площади. Подходим к делающим силфи на фоне собора Василия Блаженного Хорватом. Мы только что оттуда, из парка футбола. Прим-Рэд забили по несколько голов роботу-вратарю, поиграли в настольный футбол, нам понравилось, сказал болельщик Златко. Вообще, настольные игры, один из трендов Мундиале 2018. Один из юных фанатов российской сборной по имени Дмитрий рассказал корреспонденту Дни.ру, что увлекся настольной игрой. Большой футбол, который купил в продуктовом магазине, а именно универсами. Пятерочка. В игре есть поле и карточки с заданиями, нужно преодолеть различные препятствия, за это получаешь баллы. Мы с друзьями играем уже неделю, не отрываясь, отметил школьник, замечаем в руке у Дмитрия маленький мяч, так называемый фингербол от англ, фингерпалец. Его получил в подарок к настолке. В пятерочке таких мячей целая коллекция, прикольная вещь, щелкаешь по нему пальцем и он отскакивает, а еще получил наклейки с флагами участников чемпионата, рассказал молодой человек. Оказалось, что в парк футбола он пришел вместе с отцом, бывшим футболистом-любителем. Такие коллекционные мячики дают за покупки от 555 рублей в пятерочке, в период чемпионата, я еще нам мешочек для их хранения приобрел. А вообще, они в этих универсамах молодцы, классные идеи, прямо в тренд попали, отметил он. Как оказалось, таких довольных новой акции действительно много, причем возраст и статус увлекшихся игрой в большой футбол и коллекционированием мячиков варьируется от 6 до 50 и более лет. В интернете можно найти целые видеообзоры и просто забавные ролики, в которых видно, что в игры для детей играют совсем не дети. Особенно популярной эта игра стала среди офисных работников, что неудивительно, мячики действительно помогают снять стресс и ненадолго отвлечься от забот в обиденный перерыв. Завершили экскурсию по самым футбольным местам столицы Монокрасной площади, откуда уходили уже вечером. Но людей там, казалось, становилось только больше. Москва отлично подготовилась к чемпионату и счастливые лица сотен тысяч болельщиков со всего земного шара, прямое тому подтверждение. Ну а мы продолжаем болеть за нашу сборную, ведь уже совсем скоро долгожданный плей-офф. Вперед, Россия!